Фотография человека, дающего свою обувь бездомной, в Рио-де-Жанейро. Девочка расплакалась. Химчистка предлагает безработным бесплатно почистить их костюмы на случай, если им нужно было сходить на собеседование по поводу работы. Сапвей решили проявить акт доброй воли, установив вот такую табличку. Каждый бездомный мог получить свой обед. Мужчина спасает щенков из заброшенного дома во время наводнения в Маниле. Выпускники гимназии сербского города Пирот решили отказаться от дорогих платьев и костюмов на выпускном вечере, чтобы отдать сэкономленные деньги нуждающимся. В ходе акции школьники и преподаватели собрали 310 тысяч динаров, которые были переданы трем семьям с тяжелобольными детьми. После торжеств в гимназии, выпускники прошли по центру города в футболках с надписью «На спине твои пять минут блеска», чья-то целая жизнь. Этот солдат находился на многочасовом дежурстве. Увидев уставшего бедолагу, афганец вынес ему кружку чая, чтобы спасти его от изнуряющей жажды. Тысячи людей остались без электричества после урагана Сэнди. Некоторые, у кого оно было, выводили на улицу розетки, чтобы другие люди могли зарядить свои телефоны и позвонить родственникам. Кто-то решил сделать приятное для незнакомца и оставил сдачу в автомате для покупки сладостей. Спортсменка помогает своей подвернувшей ногу сопернице пересечь финишную линию. Эти два норвежских парня просто прогуливались неподалеку, как вдруг услышали непонятные звуки. Оказалось, что по собственной неосторожности в воду упал ягненок. Цепляясь за камни и крепко держа друг друга за руки, они рискнули собственной жизнью, чтобы спасти бедное животное. Нью-Йоркский полицейский Ларри Деприма дежурил на Таймс-сквер, когда увидел пожилого бездомного, сидящего на тротуаре у обувного магазина. Он поговорил с ним, узнал какой у того размер, отошел, а через некоторое время вернулся с новыми зимними ботинками и носками, и помог бездомному их надеть. Все это произошло на глазах сотрудницы офиса шерифа. Она незаметно сняла эту сцену на камеру мобильного телефона. Полицейский был не в курсе того, что кто-то за ним наблюдает или тем более фотографирует. Он просто помог бездомному и пошел дежурить дальше. Вернувшись домой, она отправила фото с описанием увиденного в департамент полиции Нью-Йорка. Все установили личность офицера и выложили фото на свою страничку в Фейсбуке. Пожарный только что вынес этого котенка из горящего дома, рискуя собственной жизнью. Он надел ему кислородную маску, чтобы тот мог снова нормально дышать. Работники компании мойки в Минфисе решили устроить в детском госпитале Лебонер, маленький праздник. Когда пришло время мыть окна снаружи, они нарядились в костюмы супергероев, Человека-паука, Капитана Америка и Бэтмена. По словам добровольцев, дети просто ликовали от восторга, когда спайдермен за окном помахал им рукой. Специалисты утверждают, что такая терапия крайне полезна для детей, потому что очень важно забывать о болезнях и переключать мысли на нечто другое, более интересное. Во время московского концерта группы Каян, зрители неожиданно подняли вверх инвалидную коляску с молодым человеком и поднесли ее поближе к сцене, чтобы тот смог лучше разглядеть своих кумиров. 99-летний нищий, дедушка Добрый, из болгарской деревни, Баилова, одетый в домотканные одежды и древние кожаные ботинки, часто стоит у собора святого Александра Невского в Софии. Каждый день он рано встает и проходит 10 километров от своей деревни Баилова до столицы. В 2010 году во время съемок документального фильма о соборе, журналист болгарского телевидения сделал в архивах церкви шокирующее открытие, самое щедрое частное пожертвование, которое когда-либо получал собор. 40 тысяч евро было сделано старым нищим, дедушкой Добре. 99-летний святой, не касается ни одной копейки из денег, которые ему подают. Он живет на свою пенсию в 100 евро в месяц, а также на ней денежные подаяния в виде фруктов и хлеба. Дедушка Добре помогает и многим другим, например, он оплатил коммунальные счета детского дома, оказавшегося на грани отключения тепла и света. Он также помогает бездомным. Но о всех добрых делах дедушки Добре мы никогда не узнаем, потому что он никогда о них не говорит. Именно такие истории часто остаются за кадром и забываются, однако именно они позволяют снова поверить в человека, в широту его души и сердца. Субтитры создавал DimaTorzok